Доброе утро, дорогие друзья! Дорогие друзья, и с вами в программе «Завтрак с пастором» ведущий Ливон Ханзадян. Дорогие друзья, возможно, вы сейчас спросите, а где твоя соведущая Виктория? Она сегодня в отпуске, заслуженном, однодневном. Буквально завтра она будет снова с нами в эфире. И, конечно же, я постараюсь, дорогие друзья, сам приготовить чудесный завтрак для нашего гостя. Знаете, каждое утро к нам приходит новый гость. И это необычные люди, люди, которые в своем сердце приняли острое и сильное решение служить нашему Господу и, конечно же, людям. Дорогие друзья, я думаю, что вы будете приятно удивлены сегодняшним гостем. Но сейчас, чтобы не томить, как говорится, вас, дорогие телезрители, тем, что наш гость вот-вот уже выйдет, я немножко о нашем госте скажу. Итак, внимание. Пророческий евангелист, глава общественного движения «Живи», организатор уличных городских фестивалей и межцерковных проектов «Благовестия», певица, мотивационный спиктер, автор блога «Отдушина с Аксамитой», автор книг «Мама троих детей» вместе с мужем Андреем является пасторами общины «Деятель жизни». И в нашей студии Аксамита, дорогие друзья, вот она. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Рады, что вы сегодня с нами в программе. Спасибо за приглашение. И я уверен, что наши гости очень довольны. Увидев вау в студии Аксамита. Для меня большая честь видеть вас сегодня в нашей передаче «Завтрак с пастором». И прежде чем мы начнем наше общение, беседу и готовку вкусного завтрака, хочу вас угостить вкусным черным ароматным чаем. Спасибо огромное, с удовольствием. Я думаю, что чай – это бодрящий напиток, особенно зеленый. Скажите, Аксамита, каким начинается ваше утро? Мама троих детей, супруг, деятельности. Так много нужно сделать там, успеть здесь. Какой ваш завтрак? Утро как начинается? Да, скажем так, у нас сейчас переменно происходит у деток каникулы или самоизоляции, или вот это вот все, вы понимаете. Поэтому наше утро не начинается так рано, как если бы активно работала школа, садик и так далее. Рано утро – это 4 утра. Ну, да, 4, начиная с 4, да, например. Поэтому мы можем себе позволить, в принципе, не так прям с позаранку встать. И, ну, конечно же, общение. У нас недавно у него времени появилась собака, которая стала любимцем нашей семьи. Да, и поэтому, конечно же, начинается вот таких вот всеобщих семейных нежностей. Дети по очереди приходят в нашу комнату, там собака, там все мы. В общем, это такая вот, откровенно говоря, конечно, роскошь, наверное, для каждой семьи. Это те мгновения, которые, как правило, мы вспоминаем потом с таким удовольствием, да, вот, фемиамом, так сказать, да, радости. Это наше утро. Как вы все это успеваете? Ну, это занимает, на самом деле, не так много, как я рассказываю. Уделить время Господу первое, потом супругу, детям, конечно, мама, мы хотим кушать, мама, дай то, мама, дай это. Ну, понятно, что, наверное, вы делегируете, как бы, ну, и на мужа. Мы очень делегируем, мы очень хорошо с этим справляемся. У меня муж удивительный, и я думаю, что, может быть, в одну из программ можно будет пригласить и его, потому что он умеет удивлять именно вот своим присутствием на кухне. Как правило, он оттуда выкует, как с кустыми руками. А расскажите про него. Как вы познакомились? Так, Андрей Валентинович Новочук. Встречайте. Муж Аксамита Новочук, соответственно, да. Ну, они в одном лице, это же одна плоть. В общем, ну, очень прекрасный, удивительный Божий человек. Знаете, мечта, вот на самом деле, это моя мечта. Хотя иногда мы мечтаем и сами не понимаем, как бы, о чем же мы мечтаем. Но я всегда вот в юности, уже тогда, конечно же, находясь в огне служения Богу, в большой церкви, вот при всем при этом, конечно же, у меня возникал такой вопрос молния в небо. Господь, но когда-то же он должен же быть муж. Каким же он будет? Что это? Ну, на самом деле, это реально непостижимо. И для каждой девушки, думаю, что это за человек, с которым ты будешь чувствовать себя, ну, в смысле, с собой, да, принятой, там, не стараться там как-то угодить, что-то там это. Ну, в общем, такой вопрос у меня был очень тайным таким желанием к Господу. И, конечно же, когда мы встретились, это не произошло, вот такой, знаете, молния с первого взгляда, вот, все было как-то не так, да, вот, но я в то время, интересный момент, как бы, мы начинали отношения с одним очень невысоким, рыжеволосым, худощавым, маленьким, я сейчас объясню, почему это рассказываю, евангелистом. Ну, прекрасный божий человек, слава богу, вот, американец. И, представляете, я стою на служении, в момент, вот, вот, мы переписываемся, и как-то, конечно же, я молюсь о воле божьей, вот, и ко мне подходит наша молитвенница, знаете, в каждой церкви есть такая себе молитвенница. Есть, да. Есть, да. Она ко мне подходит так из-за спины и говорит, оксамиточка, я только что видела видение, ты стоишь под виничным платье, а рядом с тобой высокий черноволосый парень. Я так к нее смотрю, абсолютно несоответствие. А как же рыжий, маленький. В общем, с этого все началось, а потом совсем скоро ко мне подошел вот этот высокий, черноволосый, очень скромный, очень какой-то такой, мне показалось, загадочный молодой человек, и с его, так сказать, предложения ничего не началось. Ни чувства, ни какие-то стремления. Абсолютно. Но через месяц, когда я, в принципе, говорю, вы хотите встречаться, мы можем встречаться раз в неделю на служении. И то в следующем году. Ждите. Начиная со следующего года. Да, ну вот самое удивительное, да, буквально секундочку, через месяц он ко мне подошел, и каким-то образом, мужчины, вот сейчас возможный лайфхак, ловите. Каким-то образом он узнал о желании моего сердца. А желанием моего сердца было, конечно же, приобрести ноутбук, чтобы опять-таки переписываться с Америкой. Но это такое, это упустим. Мужчина, имейте в виду. Да, и он говорит, у меня возникло желание подарить тебе этот подарок. Это не то, что у него, знаете, там, пачки денег вылазят из кармана, и он так раз обронил какую-то пачечку и купил ноутбук. Подбери и купи. Да, 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 это было не так. Он запланировал там, договорился, что ему как-то все это будет, он будет выплачивать и так далее. Другими словами, это его желание каким-то образом коснулось моего сердца. Я по-другому на него посмотрела. Это что-то просто удивительное. Дорогая, я купил тебе ноутбук в кредит, выплачивай сама. Первый взнос я уже сделал. Да, ну тогда даже я была еще и недорогая, но он молился об этом, он спрашивал у Бога. И по его неотступности каким-то образом что-то произошло, я увидела его другими глазами. И потом начались, конечно же, наши встречи. Тебе же надо посмотреть, как этот ноутбук работает. Давай я тебе привезу и покажу. И тут пошли в ход мои котлеты, соленые огурцы, думаю, что этот большой человек делает в моей комнате. И вот таким вот образом. Обменять ноутбук можно на котлеты. Приобретайте в наших спецмагазинах. Скажите, пожалуйста, вот вы так удивительно познакомились. Я прошу, извините, может быть, нужна моя помощь? Да, смотрите, вот сегодня Оксамит. Как-то неловко себя чувствую. Да, потому что женщина, когда на кухне, то мужчине есть чем тоже заняться. Смотрите, какой прекрасный размер. Это мне нравится. Это для большой аудитории. Приобретайте только в наших магазинах. Хорошо. Ну, я практически все как бы на вашу сторону уже поставил. А, ну, то есть, да, ты воспользовался моим предложением. Да, я умею. Скажите, вот бывает же такое, что, да, вот, например, Господь, он сделал как? Так, он Адама усыпил. Ну, можно и так сказать, да. Я думаю, что может быть возле дерева жизни, чтобы он там жизнь почувствовал. И сотворил Еву. И привел Еву. Так. К Адаму. Было. Но в вашей ситуации не Адам, не Ева подошла к Адаму, а именно Адам. Скажем так, это, в принципе, более часто происходит. Мне, наоборот, интересно услышать истории, когда Ева подходит к Адаму. А у меня есть такие случаи. Есть случаи прекрасных служителей, пасторов, когда жене пришло откровение. Это твой муж. И я не знаю, смогла ли бы я так поступить. Вот, Ливон. Она подошла и сказала, я вот молилась. Мне даже как-то вот не волнуло. У тебя записка прочитаешь через неделю, я пошла. Да, поэтому, да, в моем случае он просто вот увидел. Но меня нетрудно было как бы заметить, понятно, потому что все, что касалось сцены, было вот моим олицетворением. Скорее всего, это было так. Это было, может быть, потом. Сначала я его даже не замечала. Удивительно. Туартисту надо не замечать, да? Ну, очень ярко. Софиты, вы же понимаете, как бы да. И когда сейчас часто бывают на сцене, да, или прославили, какой-то концерт. Вот, как правило, люди, которые только выходят на сцену, им это вот мешает, да, софиты. А я думаю, профессионально все-таки деятельность, да, мне наоборот, чем больше этих софитов, или на микрофон, например. Ой, слишком много обработок, слишком громко уберите. Я думаю, это просто непонятно. Мне наоборот, чем больше обработок. Я тоже люблю эффекты. Правда? Или там... Да, мы тоже поем. Круто. Я люблю, когда много эффектов. Круто, да, но это красиво. Особенно дилей. Конечно. Бог ты мой, бог ты мой, я люблю тебя, люблю тебя. Прекрасно. У нас сегодня музыкальная программа «Завтрак с пастерами». Боже, какой замечательный, да, у вас универсальный ведущий. Поем, поем. Я еще и посуду мою. Боже мой. В общем, да, про Андрея, так, чтобы, да, завершить, и все-таки, чтобы это было как-то... Обрезать конец. Конструктивно, да, для наших зрителей. Когда мы с ним потом говорили, я говорю, слушай, я же, в принципе, ничего тебе, ну, никаких надежд, ничего не дала, потом сама себя спрашивала. Он говорит, я принял решение в моем сердце, что даже если ты, ну, не ответишь мне взаимностью, я хочу сделать для тебя этот подарок. Он принес, что жертву между им и Богом. И мне кажется, драгоценные братья, сестры, да, вот служители, что-то есть вот в этом отношении с Богом. Когда человек решает вопросы именно с Богом, в чистоте сердца, Господь потом может расположить сердца. Потому что именно после этого у меня как будто бы включился такой, знаете, резкость навелась, и я его стала видеть. Он проходит мимо, я не показываю виду, но я его замечаю. То есть Господь делает, да, как бы уводит и... Это Божья, это Божья работа. Чтобы от чего-то не отвлекаться. Конечно. Потому что очень много людей, они, знаете, вот служат Богу, делают все для Господа, евангелизация такая, только влюбились, и как будто все в воду калу. Почему так? Это ошибочный выбор или не в свое время было взято благословение? Откровенно говоря, для меня это какая-то загадка и тайна. Потому что человек, который, ну вот, встретился, да, с реальностью Бога, с возможностью служить Ему, слышать Его голос, да, жить на этой земле, осознавая наше предназначение. Я, откровенно говоря, не знаю, как это может быть, но это происходит, к сожалению. Разные причины, наверное. Может быть, ожесточение сердца, наверное, номер один. То, что вот Господь ученикам говорил, помните, да, что ваши сердца отягощены, ожесточены. И отягощение сердец происходит, кстати, вот интересно, друзья, да, может, готовя еду, легко об этом говорить, но нужно это затронуть. Написано, что, чтобы ваши сердца не отяготились объеданием и пьянством. То есть, смотрите, объедание, когда мы уделяем внимание вот еде, насыщению, да, вот этому всему, это может отяготить нас и ожесточить сердца. Да, поэтому повеление о воздержании, да, о постах, это на самом деле повеление. Апостол Павел об этом много говорит. Иисус показывает нам пример. Я по себе заметила, вот когда меня спрашивают, секрет, как ты все успеваешь? Вот я честно говорю, один из моих секретов, меньше еды, больше энергии. Вот за эти годы реально это доказано. Какая-то есть взаимосвязь. Перестаешь кушать, как-то так, ну, что еще сделать, что еще сделать. А когда вечером наешься, что еще съесть, что еще съесть. Заметили? Ну, есть ведь такое. Поэтому, ну, как бы, чтобы не отяготиться, не ожесточиться, давайте будем вот воздерживаться. Как Кент Хеггин говорил, я никогда не пощусь, и все-таки сразу, о, смотрите, пример Кент Хеггин. Ура! Да, 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 но до вот этого вот ура, он говорит, но я никогда не ем столько, сколько моей душе было бы угодно. То есть, грубо говоря, он никогда не объедается и не наедается, у него вот такое вот воздержание. Поэтому диетологи рекомендуют, чтобы с утра плотно позавтракать, а весь день, в принципе, можете есть. Но лучше всего пять раз в день кушать, ну, по чуть-чуть. Ведь наш желудок, он как кулачок наш, а его набивать и растягивать, конечно же, нехорошо. В любом случае, да, да. Скажите, расскажите подробнее о том, что такое общественное движение «Живи» и чем оно занимается. Я так понимаю, что вы это начали делать уже с супругом. Конечно, конечно. Расскажите. Да, а можно уточняющий вопрос? Мы этот перчик куда? Что с ним делаем? Рядом положим, чтобы вот так кусать. Просто рядышком. Да, да. Отлично. Тогда вот это самый лучший вариант, как я его порезала. Сейчас, где мои тарелочки? Вот они. Сейчас. Смотрите, друзья, вот это очень крутой вариант перекуса, если, например, вам не хочется мяса, или вы понимаете, что нужно воздержаться от мяса, от мучного, да, потому что, в принципе, это все то, что превращается очень быстро мучное в сахар, пока вот Ливон там готовит. Смотрите, берете, нарезаете себе морковочку, перчик, можно огурчик вот такой вот соломкой и делаете какую-то такую приправочку. Например, орешки кешью с чесночком или, как это называется, не горох, а, господи, Ливон, подскажи мне, пожалуйста. Просто чечевица, чечевица, да, просто варите с чесночком и вот так вот мокаете и кушаете. Очень крутой перекус, очень низкокалорийный и, конечно же, полезный. И так, движение живи, да? Движение живи. Движение живи, друзья. Ну, в двух словах, это общественное движение, это люди, которых объединяют ценности жизни, все, что у нас с жизнью связано, это и есть движение живи. Наш слоган «Живи долго, живи счастливо, живи вечно». И не один. Это слоган. Да, да, да. Ну, конечно же. Этот слоган был получен абсолютно сверхъестественно, когда мы с моим мужем находились в таком, знаете, в молитвенном поиске предназначения, судьбы, исполнения вот этих вот пророчеств, да, вот те мечет поймут те, кому когда-то в жизни пророчествовали. Так говорит Господь, ты будешь что-то и то-то, и ты думаешь, Господи, где же это? Ты будешь ковысям. Да, я вот тогда разворачиваюсь в машине и говорю, Андрей, ну, когда это произойдет, то, что Бог говорил. И, знаете, мой муж тогда повернулся, и вот я это называю, и сказал Господь голосом человеческим моего мужа. Да, да, и он говорит, слушай, а давай просто брать и делать. Не ждать, пока нас пригласят, чтобы что-то организовать. И вы знаете, что-то в этом произошло. Это какой-то, наверное, был такой эффект синергии, что ли. Какое-то откровение меня осенило. Я зашла в машину, вот одним человеком, да, я вышла оттуда, абсолютно понимая, что-то начинается. Господь дал нам это название, Господь буквально под утро меня разбудил, дал мне этот слоган. Живи долго, это значит долгая жизнь, это значит секреты здоровья. Живи счастливо, это значит верность в семье, благотворительность. И, конечно же, живи вечно, это значит иметь взаимосвязь, восстановить взаимосвязь с Творцом. И вы знаете, с тех пор мы с этим движением, с этим слоганом, с этим девизом, да, мы объездили, конечно же, множество городов Украины. И теперь у нас и международное служение благодаря онлайн. Вот, то есть я думаю, что Господь дал нам это, чтобы объединять множество людей, и церковных людей, и не церковных людей вокруг ценности жизни. Долгой, счастливой и вечной. Вот так вот. Скажите, у вас, еще раз, сколько? Трое детей? Да, трое детей. Самый старший, и сколько? У нас 14 вот исполнилось Миланочке, а 11 и Милечке Марии, и 6 годиков Илюше Роберту. Кто из них уже почти в полноценном служении вместе с вами? Ого! Велика вера ваша! Да. Ну, скажем так, в принципе, они вместе с нами живут, дышат, служат, но я не могу вот как-то разделить, да, вот, 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 тут вот мы как бы просто семья, тут мы служители, а тут мы в церкви. Но, с другой стороны, я потихонечку объясняю, конечно же, наши ценности, и если раньше это было такое, ну, как бы детское недовольство, там, например, выходные, мамочка, у нас сегодня опять что-то, я говорю, нет, сегодня мы дома. Слава Богу! Ну, вот такое, знаешь, когда дети, ну, очень ждут, чтобы просто побыть с ними. Я думаю, что с этого начинается служение, когда дети понимают, что они могут рассчитывать на наше время, мама, папа, что с ними. А что касается церкви, мы транслируем им наши ценности, мы не разговариваем о каких-то временах, например, да, вот при них, а мы говорим о хорошем. Мы с мужем транслируем, что прийти в церковь, служить Богу, это что-то очень важное, это что-то очень прекрасное. Мне так приятно, когда они начинают рассказывать своим одноклассникам, например, да, что вот их родители, пасторы, что они приходят на служение. Вот, я думаю, что, в принципе, это и самое главное, что они перенимают, как бы, от нас вот это, ну, понимание, что жить с Богом, служить людям, Богу, жертвовать, это хорошо, это нормально, это полноценная жизнь. Вы пишите песни? Да. Как много вы их уже написали? Я не считала. Ну, очень много. Сколько у вас альбомов? У меня, в принципе, два альбома, ну и много синглов. Сейчас как-то я не делаю акцент на то, чтобы выпускать альбомы, просто это синглы, это песни, которые мы выпускаем в онлайн, там, делаем видео, и люди слушают и поедут вместе с нами. Сколько городов вы уже объездили? Тоже не считала, но это десятки, конечно же. Я думаю, не только же Украины, но где-то и за. Конечно, и другие страны, конечно. Было всякое. Служение, с радостью вспоминаю, благодарю Бога за каждую поездку, за каждую возможность. Кстати, с церковью новое поколение у меня связано очень прекрасное воспоминание, служение совместное, да, и евангелизационное, и служение в тюрьмах. Аллилуйя. Вот скажите, вот вы, как вы певица, конечно, и певица тоже на сцене должны быть, как актеры, вот вы приходите с таким настроем, вы думаете, вот так будет, вот так будет, и вдруг что-то на сцене происходит не так. Свет, звук, микрофон, меняет ли это ваше настроение, или вы все так же бодро выходите, друзья? Не, ну всякое же бывает, конечно же, сцена, да, звук, техника, и вам тоже, так понимаю, это очень близко и понятно. Я думаю, что самое главное, это не потерять связь с залом, с теми людьми, которым мы вышли служить. Вот это самое главное. И у меня очень таких моментов бывает часто, я понимаю, что, коль я уже выхожу на сцену, Господь кое-что мне доверил, вот, мой дар, да, мои песни или мои послания уже как служителя, вот, поэтому мне самое главное, вопреки вот этому всему, донести послание, донести песню. А как много раз было такое, что у меня микрофон, например, там, или он выключался, или просто шнур выпадал, знаете, есть такие микрофоны с выпадающими шнурами, какая прелесть, ну, в кавычках, конечно же, это техникам такой намек, но у меня бывало такое, поешь и в самый такой, и пропадает, и звук, и все, вот, поэтому тут, ну, главное, голос-то не пропадает, вот это самое главное в этом всем. Поэтому энергетика, да, наше желание донести послание людям, музыку, взаимосвязь с далом, я заметила, что людям это нравится больше, им нравятся вот такие живые реальные концерты, может быть даже без микрофона, не с бездоганным звуком, но когда на сцене живой человек, живой проповедник, а вы знаете, что проповедники тоже, ну, как бы, им нужно иногда ожить, ожить, чтобы это не было, вот такой, значит, говорит, как будто бы книгу озвучивает, и ты такой, эй, 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 я здесь, вот, поэтому это всегда важно, так себя взбадривать и понимать, наша цель сейчас донести, может быть, не так много, чуть-чуть, но чтоб тебя поняли, тебя услышали, ну, вот. У нас, кстати, в городе Харьков был такой случай на конференции в церкви, Алексей Захаренко вел прославление. Да, знаю, слава богу. И вдруг в момент выключился полностью свет, и знаете, никто не растерялся, говорит, что мне делать, спасите. Слава богу. И все как запели, достали мобильный телефон, и вот это все, это было, я думаю, что Господь допустил, поклонение продолжилось, это было сильно, это даже было мощнее, чем все огни горели. Да, потому что все включились, весь зал мобилизировался, да ты что, супер. Кстати, вот то, когда вы начали служить, да, вот организация «Живи» и так далее, сколько людей уже откликнулось, ведь очень важно для проповедника, для спикера, чтобы отклик был. И вот эти отклики, которые вот из-за вашей организации, как вас это вдохновляло продолжать? Конечно же, я, для меня всегда, и это сейчас так продолжается, каждое личное сообщение, каждый комментарий, допустим, под прямым эфиром, да, или когда мы делаем там пасхальное шествие, охват миллион и 600 тысяч просмотров в разных странах, или ангельское шествие, когда центральные телеканалы, конечно же, и охват был больше миллиона, или вот сейчас на Рождество, когда приезжают центральные телеканалы, все это не является как бы главной целью, но для меня это такой, знаете, знак божественного благоволения и как поддержка такая. Вы молодцы, вы правильно услышали, вы сделали очередной шаг веры, и Господь благословляет, Господь показывает, что это именно то, что нужно людям, потому что мы как служители, у меня тут же не вопрос написать крутую песню, которая была бы сейчас вот в ритме, в топ-чартах там и так далее. Мы же понимаем это все, да, что наши дары музыкальные, там, ораторские, да, телевизионные, медиа-дары, все это оснащение Божье для того, чтобы мы донесли его реальность. Я-то это понимаю вот уже 8 лет, 9-9 лет нашей организации, нашей церкви уже почти два года. Теперь я-то понимаю, что нам важно услышать от Него, Господь, что вот сейчас важно, да, и когда мы это реализуем, возможно, начиная без ничего, как вы рассказывали, да, что заехали в абсолютно пустое помещение, сейчас мы видим потрясающую студию, когда мы делаем это все верой, и приходят отклики, мы понимаем, Боже, ради этого, да, стоит еще раз услышать, еще раз делать этот непопулярный шаг веры, и снова и снова Господь поддерживает и воздает. Дорогие друзья, может быть, вы подключились только сейчас, и вы, наверное, смотрите очаровательная женщина прекрасными, красивыми белыми волосами, думаете, кто это? Друзья, буквально через некоторое время, когда мы пойдем в перерыв, вы увидите один из лучших клипов Аксамиты, вы увидите, как она поет, как она красиво взывает к Господу, и столько эмоций, столько радостных чувств возникает, друзья. Поэтому в нашей студии Аксамита, Аксамита, мне сегодня выпала огромная честь, так как моя ведущая в отпуске, буквально на один день, приготовить за нее завтрак. Поэтому я думаю, что у меня получился такой... Боже мой, боже мой, какая прелесть, спасибо большое. Виктория, если ты видишь сейчас этот прямой эфир, я буду очень рад, что ты меня похвалишь, потому что это не тебе замена, а просто, что я от тебя научился много чему хорошему. Аксамита, дорогая, наша... Почему я говорю дорогая? Потому что в Бибе написано, дорогой ценой купленной. Ух ты! Вот поэтому я называю... Это прекрасное значение, да. Это да, очень хорошее значение. Боже мой. И мы очень хотим, чтобы каждый гость, который приходит в нашу студию, в обязательном порядке, конечно же, вкусно позавтракал, потому что важно позавтракать плотно, и потом весь день, понятно, суета, побежал туда, работа и так далее, чтобы ваш организм чувствовал много энергии. И, конечно же, не употреблять кофе в 8 утра, а просто попить воды, а с 10 уже можно пить вкусный горячий кофе. Вы можете помолиться и позавтракать. И после завтрака будет хорошая возможность видеть клип и, конечно же, услышать проповедь, и тот энергичный. Вы настолько энергичны сегодня, так что слово будет сегодня очень сильным. Пожалуйста. Спасибо огромное, Господи. Благодарим тебя за то, что ты заботишься о нас. Благослови, пожалуйста, эту пищу, мы благословляем наших зрителей. Спасибо тебе за все, Господь. Пусть этот день будет принесет славу тебе. И я говорю, все содействует ко благу любящим его. Аминь. Приятного аппетита тем, кто, возможно, тоже, возможно, одновременно с нами будет завтракать. И, ну, я с удовольствием приступаю. Спасибо. Рецепт очень простой. У нас омлет сделал из 4 яиц. Вот. Ну, жарко омлет, я думаю, очень просто. Все это умеют делать. Вот, и мы взяли круассанчики и намазали янтарным сыром вкусным, салат и сверху рыба красная, что является очень хорошим дополнением до этого вкусного омлета и, конечно же, зарядит ваше тело хорошей энергией. Конечно же, болгарский перец и, конечно же, огурцы. Дорогие друзья, мы всем нашим каналом призываем вас стать нашими партнерами нового христианского для того, чтобы мы могли достучаться до миллиона и миллиона судеб. Если мы видим, что очень много просмотров на тиктоках, в ютубах и иногда бывают такие вещи, которые, ну, просто что-то сделали и смотрят и ставят лайки миллионами. Но мы должны понимать, что в Евангелии должно распространяться миллионы и миллионы просмотров нужны не для того, чтобы поднять наш рейтинг, а для того, чтобы рейтинг Иисуса Христа и Его Слово могло достучаться до каждого сердца. И, конечно же, дорогие друзья, всем настоятельно рекомендую плотно завтракать Словом Божьим, которое насыщает ваш дух и делает вас сильнее и мудрее. И, конечно же, приобретать в книге «Благодать для освобождения Андрея Тищенко». Только благодатью мы можем победить и грех, и все остальное. Апостол Павел говорил и трижды молился, чтобы Бог удалил от него жало греха. Но Господь сказал, довольна для тебя благодати моей. Если есть благодать, вы будете свободны. И полностью об освобождении вы можете узнать из этой книги, дорогие друзья. Ну что ж, я говорю вам до свидания, до завтра. Мы переходим на небольшую рекламную паузу. Вы увидите красивый клип от Аксамиты. И, конечно, сама Аксамита будет проповедовать, делиться Словом Божьим. Оставайтесь вместе с нами. Словом Божьим. Почему, ну почему, ну почему, птицы вопросы в небо летят миллионами? Ну почему, ну почему, ну почему, ну почему, мы родились, открыли глазами, увидели, там быстро выросли. Все только начинается, когда душа возрождается. Вечную, 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 это любовь, которая степит бесконечную, беззаветную, страстную, верную. Смерть не смогла ее удержать воскресшую. Ведь все только начинается. Эта жизнь не кончается Все только начинается Когда душа возрождается Когда связаны крылья птицы Все еще может ходить Но без крыльев она Никогда не поднимется ввысь Человек без дворца Как колодец пустой без воды Круким эхом мы слышим вопрос Где же ты? Что-то больше есть По этой стороне жизни земной Мы все знаем, но вновь Продолжаем идти за колболь Больше тайно услышь Мы шапок ртыми земной И душа возрождается Вернется роман Где все только начинается Эта жизнь не кончается Когда душа возрождается И начинается новая жизнь И она никогда не кончается Только надо поверить Потому что вновь это не будет Все только начинается Эта жизнь не кончается Все только начинается Когда душа возрождается Все только начинается Когда душа возрождается Далья остальным До скорого tieка Далья остается Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья! Спасибо огромное, что присоединяйтесь к этой прекрасной программе, очень атмосферный завтрак с пастором. Сегодня пастор – это я, Оксамита Новачук. Да, и если кто-то подумал, вау, пастор, вы знаете, какое-то время назад я точно так же думала, вау, пастор, и когда смотрела на потрясающих людей, да, мужчин, женщин, которых представляли как пастор, для меня это что-то было такое непостижимое. Мне очень интересно это все равно, как играть на скрипке без ладов, да, музыканты меня поймут, эй, скрипка, то же самое пастор, но, вы знаете, уже сейчас я буду говорить, конечно же, с людьми верующими или теми, которые рассматривают, да, вариант того, что Бог есть и что с этим делать. Вот, мы понимаем, что когда что-то происходит внутри, какой-то вот такой божественный импульс, или как это называется, искра, да, что, то мы не можем не отреагировать. Вот так же и в нашей жизни, это в качестве вступления, если хотите, с моим мужем, да, когда какое-то время мы служили уже в служении, и все мои дары, которые Господь дал мне, я поняла, что Бог просто готовил меня к тому, чтобы служить, и поклоняться Ему, и молиться, и организовать большие мероприятия, концерты, служения, гевандализационные, крусейды. Вот, в какой-то момент, я очень хорошо помню этот день, когда мы были на нашем служении поклонения, и Господь проговорил мне, я хочу привести людей, я хочу, чтобы ваше служение стало не просто теперь миссией, не только, не просто, а не только миссией спасения людей, объединения верующих вокруг Евангелия, но я хочу, чтобы вы стали амбаром. Это было так потрясающе, это было так сильно, понимаете, у меня сразу слезы выступили на глазах, мой Бог обращается ко мне по поводу того, чтобы теперь нам с мужем отреагировать и сказать Господь, да, ты хочешь создать церковь, создавай твою церковь. Это было очень сильно, и если многие говорят, как, как, это же непонятно, мы на самом деле не понимали, как это сделать, мы не понимали, мы никогда не были пасторами, мы с удовольствием служили вместе с пасторами, в пасторских командах, мы с удовольствием помогали и поддерживали руки пасторов. Но когда Господь пришел и говорит, а теперь возьмете ли вы эту мантию, эту ответственность, это было одновременно и у моего мужа Андрея, и у меня, и мы сказали, Господь, конечно же, мы не знаем как, но мы точно знаем, кто держит нас за руку, мы точно знаем, что если ты призываешь, значит ты знаешь, значит ты поддержишь. Это было около двух лет назад, вот таким вот образом, когда мы с Богом приняли это решение, когда мы поговорили с нашей командой служителей, откликнулись на этот призыв, таким образом родилась христианская церковь, даятель жизни. Я счастлива, я благодарна Богу за каждого человека, за потрясающую возможность служить Богу, и хочу поделиться с вами, конечно же, это небольшое послание, это скорее вариация на тему, я бы не сказала, что это вот такая прям проповедь, монолог, хочу, чтобы это было интерактивно, очень надеюсь, что Господь между строк будет говорить с вами, друзья, возможно, кого-то что-то коснется, возможно, вы просто вспомните что-то, что касается именно вас, я буду счастлива, если каким-то образом Бог сможет сегодня послужить вам. И я понимаю, что для нашего Господа самое драгоценное служение на этой земле, и, наверное, многие из вас навосстрили уши, окей, окей, что же это такое? Спасение людей, да, аминь, конечно же, но вот недавно буквально, когда мы поклонялись на служение, такое было Божье присутствие, знаете, что произошло? Но я увидела эту картину, я не знаю, как это, это трудно описать, вдруг перед моими глазами, в моем сознании, мои глаза были закрыты, но я точно поняла, это именно то, что происходит сейчас в нашем зале. Я увидела образ нашего Господа, и он подходит к людям, и он заглядывает им в глаза, он хочет, чтобы они подняли свои глаза на него. Потом я увидела, как он собирает людей, просто вот так вот, знаете, как воспитательница в детском садике, когда детки подбегают к ней, да, вот так вот, и она их обхватывает руками. Я увидела, как то же самое делает наш Господь. И тогда он мне сказал очень важную вещь, особенно это касается, я думаю, людей, которые призваны к служению. Ты думаешь, я хочу служить Богу, возможно, кто-то из вас мечтает быть пастором, женой пастора, такое тоже может быть. Друзья, я вам хочу сказать то, что Бог однажды сказал мне, недавно совершенно. Он говорит, это моя церковь, это мои люди, не переживай о них, я сам привлекаю их к своему присутствию, к своему сердцу, к своей груди. И потом Господь сказал мне, что для него всегда так было, всегда так есть и всегда так будет. Самое драгоценное в его глазах, когда он может своему человеку доверить души людей. Это пасторское служение на самом деле имеет намного более широкий смысл. Пастор – это не человек с колорадкой, кстати, у меня уже и блузки появились, соответственно, профессиональные с колорадкой. Это не человек, который большую времени своей жизни проводит, как правило, за кафедрой, не касаясь земли. Нет. Пастор – это человек, который настолько проникся сердцем Господа, что начал отражать его пасторское сердце. Пасторское служение – это служение, которому Бог сегодня, в это последнее время призывает своих людей. И как бы это ни звучало, возможно, непривычно, я хочу сказать каждому, кто сейчас смотрит, кто будет смотреть в записи, Бог призывает тебя пасти драгоценные души твоих друзей, твоих знакомых, твоих соседей. И знаете что? Я вдруг поняла, что самое дорогое, что мы можем с тобой унести на небо, самый дорогой статус, самое, знаете, вот почетное, как на этой земле считается, быть президентом страны и так далее, иметь авторитет. Я поняла. Самое бесценное в глазах Божьих, если он сможет сказать, там, не знаю, Ливон, например, имею, да, Виктория, Оксана, Виктор, Алексей, Евгений, я хочу доверить тебе души моих людей. Сможешь ли ты взять эту ответственность? Будешь ли ты заботиться о них? Это самое дорогое, друзья, поэтому пусть вот в это утро будет напоминание от сердца нашего Господа. Многое может расстраивать нас, что-то может получаться не так, как мы хотим, в наших служениях, в наших церквях, в группах прославления, да, кто из вас несет какое служение, или, может быть, вы думаете об этом, вы мечтаете об этом, вы хотите этого, что бы ни происходило, поверьте, если в вашем сердце сохраняется вот эта любовь к Господу, ваше служение между Ним и нами, как я говорила, да, по поводу моего мужа, что он решал вопросы с Богом в первую очередь, и когда он подошел ко мне, и он не услышал, возможно, ведь он же, наверное, думал, представлял, как состоится этот разговор, и представляете, разочарование молодого человека, он подошел к девушке, он набрался смелости, он сказал ей то, что он хотел, и эта девушка, я в данном случае, не знаю почему, по какой причине, но мое сердце было ожесточено, я ничего ему не сказала в ответ, представляете, он побежал к Богу, он говорил с Богом, и вы знаете, вот в этом простом разговоре с Богом заключено так много силы, когда мы говорим с Богом, мы, возможно, говорим Господь, ну что же вот эта церковь, ну что же вот эти люди, ну что же эти служители, меня не поняли, меня не приняли, мне вот это вот не доверили, что будет там, что будет там, а Господь хочет поговорить с нами о нас, и как только мы начнем слышать Его голос, я уверена, дорогие, я пережила это столько раз, когда мы идем к Богу с нашими вопросами, Господь говорит с нами о любви к Нему, об отношениях с Ним, знаете почему? Почему? Потому что мы можем быть преданными, конечно же, служению, работе, призванию, вот, например, да, потрясающий ведущий Ливон, мы с ним, кстати, не только сегодня познакомились, мы пересекались в служении уже, он предан, он предан этому служению, и это здорово, но вы знаете, Господь однажды показал мне, что есть высший уровень преданности, это когда мы преданы Богу, и тогда, когда вдруг, если что-то пойдет не так, например, кто-то, все, все может быть, понимаете, и в служении, и в жизни, и в работе, и в карьере, и в призвании, но если в сердце горит посвящение Богу, то ты не сможешь быть разочарован, понимаете, потому что если у тебя есть Бог, и у тебя есть ты, ты не останешься без работы на его поприще, возможно, для кого-то сейчас прозвучало пророческое слово, я знаю, о чем я говорю, дорогие друзья, люди могут нас разочаровать, но если мы бежим к Богу, и решаем вопросы с Ним, и говорим, Господь, я не понимаю, меня не поняли, чьи-то сердца, возможно, ожесточены, но Господь это делает, чтобы твое сердце размягчить, чтобы говорить с тобой о тебе, чтобы снова и снова сказать, если ты любишь меня, ты пройдешь все, ты преодолеешь все, любое непонимание, любое предательство, в моей жизни было и то, и другое, но в моей жизни всегда был, есть и будет Бог, и Он провел меня, и Он продолжает проводить меня, и Он проведет тебя обязательно, слышишь, беги к Богу, сколько раз было такое, что мне просто ставили перед фактом, ты уже не нужна здесь, нет необходимости в тебе, вот в этом коллективе, в этом служении и так далее, что мне делать, ставить крест? Нет, я бежала к Богу, и Бог воскрешал мою мечту снова и снова, снова и снова, и когда мы держим наш диалог с Ним, когда мы храним эту связь с Ним, что бы ни произошло, не просто верность служению, поймите меня, да, Бог призывает нас к этому, но если в сердце есть этот стержень, Господь все может пошатнуться, все может поменяться в один момент, формат служения может поменяться, но, Боже, ты не меняешься, и мое сердце не меняется по отношению к тебе, вот тогда, друзья, я думаю, все будет хорошо, и моя любимая иллюстрация, моя любимая история, возможно, вы слышали, но я не устаю слушать этот пример про маленького, незаметного, никому неизвестного человека по имени Джимми, он приходил в свою церковь каждое воскресенье, и удивительно, знаете, в церквях бывают текучки, но этот человек каждый раз, когда пастор вызывал людей на покаяние, на молитву перед алтарем, каждый раз он выходил, и люди, знаете, выходили с желанием, возможно, впечатлить друг друга, впечатлить Бога, и такое бывает, хо, Господь, помилуй, знаете, как вот это, да, двое человек молились, и тот говорит, там, не бил себя в грудь и говорил, я такой-то праведный, Господи, ты же видишь, сколько я только что опустил в корзину, да, а другой человек сказал, Господи, я знаю, что со мной что-то не так, помоги мне, разберись со мной, и вот этот Джимми, так интересно, он выходил, и пастор обращал внимание, потому что невозможно было не обратить внимание, он выходил каждое воскресенье, и его молитва звучала очень незамысловато, Господь, Джимми здесь, и все, и он стоял, и Господь касался его, и пастор укратко наблюдал за этим непонятным Джимми, и пастор очень полюбил этого человека, привязался к нему, и однажды в одно из воскресений пастор закончил свою проповедь и уже предвкушал, как вот этот вот непонятный, удивительный, блаженный Джимми снова подойдет вплотную к этой кафедре, снова скажет эти слова, но Джимми не оказалось, и, конечно, пасторское сердце начало тревожиться за него, он начал интересоваться, он начал спрашивать, и общие знакомые по церкви сказали, а у Джимми случился приступ, его по скорой забрали в больницу, и сейчас, честно говоря, пастор, мы не знаем, какая ситуация, пастор примечался в больницу, когда его провели, вот сказали эту палату, он заходит в палату, и его сердце замерло, потому что та постель, на которой лежал Джимми, была пустая, и самые плохие мысли, конечно же, посетили его сердце, но потом, уже потом он узнал, что произошло на самом деле, да, у Джимми случился приступ, да, его привезли по скорой в больницу и в палату, и когда он находился между жизнью и смертью, как рассказал потом уже сам Джимми, двери в палату открылись, и зашел человек в белых одеждах, сияющий и славный, и он сказал три слова, Джимми, Господь здесь. Драгоценные, я хочу пожелать вам, чтобы вот так вот и в нашей жизни, возможно, кому-то твоя молитва кажется странной, возможно, твое отношение кажется странным, непопулярным, непонятным, но, дорогие, в то время, в которое мы живем, Господь сегодня призывает нас, точно так же, как Петра, строить отношения с Ним, слышите меня, даже не больше друг с другом, это важно, это церковь, ничто не заменит церковь, аминь, но когда мы строим отношения с Ним, когда наше служение строится на нашей любви к Богу, не на желании кому-то угодить, кого-то впечатлить, вы знаете, потому что часто духовный рост в церкви чем-то напоминает карьерный рост, а ведь так не должно быть, Бог ставит людей, не люди, и когда Бог ставит, никто не может снять, никто не сможет взять славу себе и сказать, это я, и его поднял и поставил, потому что это Господь пришел к тебе, как вот к этому Джиме, и сказал, я призываю тебя, и я уверена, что люди, которые находятся здесь, в этом служении, в этой программе, они поставлены Богом, и я всем сердцем благословляю вас, дорогой телеканал, первый христианский, это честь работать с вами и служить вместе, я благословляю всю церковь новое поколение, а также всех людей и драгоценных, из тела Христова, из разных церквей, из разных городов, дорогие, вы помните, как Господь говорил с апостолом Петром, ведь он же говорил ему удивительные слова, особенно уже будучи пастором, я по-другому посмотрела на эту историю, он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, ну конечно, Господь. Почему Иисус задавал этот вопрос снова и снова и снова? Почему Петр не задал вопрос, верни, Иисус, Петр, любишь ли ты людей? Ну ведь он же собирался его назначить пастором, так сказать, правда же? Он не сказал ему, Петр, любишь ли ты, как сила Божья касается тебя, и сила Божья служит этим людям, да, как пасторы, да, иногда мы любим это ощущение, конечно же, когда ты понимаешь, что Бог служит людям через тебя, но нет же, чтобы быть человеком по сердцу Бога, чтобы исполнять сегодня и позже призвание, чтобы быть тем, кому Господь доверит самое драгоценное, это его людей, это его души, самое главное призвание – проявление любви Бога. Нам нужно ответить на единственный и главный вопрос. «Да, Господь, я люблю тебя, я посвящаю свою жизнь тебе, я люблю твою церковь, я люблю твоих служителей, я люблю служение, видит Бог точно так же и я, для меня нет ничего дороже, чем в этой жизни иметь привилегию служить Ему, но служение начинается там, где мы умираем для себя, и когда и говорим, я не завишу от людей, я не завишу от служения, я завишу только от тебя. Все может поменяться, но моя любовь к тебе, отражающая твою любовь ко мне, она не поменяется. И это самый главный секрет. Знаете почему? Бог знает, что если мы посвятим себя Ему, Он в любой момент сможет удержать нас, даже если мы тонем, даже если земля из-под ног, потому что наше посвящение Ему, это всего лишь отражение Его посвящения нам. Это самая главная мысль моего послания сегодня, друзья, потому что мы живем во время такое, во время последнее, когда миллиарды людей еще не знают Бога, Ему нужны люди, которые настолько преданы Ему, которые настолько проданы для Него, которые будут буквально не от мира сего, которые буквально будут сиять Его славой, понимаете? Потому что проповедь Евангелия, меня часто спрашивают как евангелиста, да, уже с опытом, так сказать, профессионального евангелиста, что такое евангелизировать? Вдохнови людей, смотивируй людей. Я вам хочу сказать, проповедь Евангелия – это хождение с Богом, это просто дышать им, благоухать им, это просто кого-то обнять, это просто кому-то сказать о любви, это кого-то просто простить, понимаете? Когда люди смотрят на тебя и понимают, Вот она, реальность Божьего Царства, вот оно, благоухание Его славы. И этого в это потрясающее неповторимое утро, друзья, я хочу пожелать каждому из вас. Давайте помолимся. Я очень надеюсь, друзья, что кого-то, мои дорогие братья, сестры, Господь коснулся. Возможно, что-то внутри вас пробудилось. Я хочу сказать сейчас пророчески, Божье призвание – это самое дорогое, что Бог может доверить нам. Он соткал тебя для себя. Он дожидал тебе именно такую внешность, именно такой голос. Именно так Он оснастил тебя, потому что Он знает, для чего ты рожден в этот мир. Давай-ка закроем наши глаза. Я хочу служить вам, хочу молиться вместе с вами в согласии во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, пожалуйста, Божье, сейчас прикоснись к моим братьям и сестрам. Пробуди в их сердцах этот огонь, страсть и любовь к Тебе. Ты единственный, Господи, достоин нашего полного посвящения. Служения прекратятся, кафедры исчезнут, но останешься ты и останемся мы в вечности с Тобой. Я молюсь, дорогой Господь, к моих братьях и сестрах. Дай им милость быть верными Тебе до конца. Зажги в них эту любовь, преданность, беззаветную преданность Тебе, Господь, чтобы они смогли откликнуться на Твой призыв во имя Иисуса Христа. И давайте вместе скажем, дорогой Господь, Я благодарю Тебя, что Ты любишь меня, что Ты прощаешь меня. Я доверяю Тебе свою жизнь. Я посвящаю Тебе свою жизнь. Помоги мне исполнить мою жизненную миссию во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, от всего сердца, конечно же, от нашей семьи, от нашей духовной семьи, даятель жизни, я благословляю вас. Еще раз спасибо, что были с нами, были в этом эфире, вам Божьего покрова и, снова я говорю сейчас, во имя Иисуса, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и помышляем. Тому слава. Давайте прославим Господа и будем прославлять Его в этот день и во все дни нашей жизни во имя Иисуса. Спасибо, драгоценное. С Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова